Дорогие друзья, к сожалению, звонки аферистов не удалось еще полностью остановить. Борьба с ними не прекращается ни на минуту. Наши доблестные авторы канала, мошенники звонят по телефону, продолжают мужественно трудиться. Они несут свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах. Продолжение следует... Я понимаю, только почему-то вы другой человек мне звоните. Тот почему-то испугался и бросил трубку. Я ж по голосу слышу. Вы же понимаете, что такое уже бывает. И у вас голос изменился? Возможно. Возможно? Понятно, понятно. Ну и что? Давайте рассказывать. На чем мы с вами остановились? Собственно, на скайпе. Давайте с вами продолжим. Нет, мы остановились на том, что вы мне называете своими фамилией, имя, фамилия, отчество. Я звоню в РБК и узнаю, работаете вы там или нет. Хорошо. У вас есть? Вот там я вам, возможно, еще паспорт свой отправлю, чтобы вы точно убедились. Ну, нету. А нужно? А вы мне отправите? Если я скажу. Нет, не могу. Сами понимаете. Почему? Если мы будем с вами более серьезными, мы сейчас с вами говорим о сфере инвестиций. Сами понимаете, что это стало для вас очень важно, если вы решили уже обратиться на проект. Так понимаю, хотите как-то дополнительно зарабатывать, развиваться. Я это прекрасно понимаю, ваше стремление. Откуда вы понимаете? Давайте продолжим. Что? Откуда вы понимаете? Ну, потому что люди не просто так оставили регистрацию, даже если это было более спонтанное решение, если это было даже более нечистое, как говорится, нечаянно вы оставили регистрацию. У вас в любом случае было какое-то стремление, потому что сделали не просто так. Ради какого-то дополнительного дохода и развития. Я знаю, почему это я сделала. Наверное, я хотела познакомиться с вами. Замечательно. Да. Я, кстати, отправлял букеты нашим клиенткам, когда они, собственно, начинали торговать. Такое было не один раз. Можно с вами, в случае, познакомиться с дельнейшим. Ага. И что, много у вас клиенток? Конечно, много клиентов. Ага. Сами понимаете, люди хотят как-то развиваться. Тем более, сейчас ремесисты, это как бы более доступная, доступный вид заработка в России. Уже более четырех лет, я так вам скажу, активно это все развивается. Тем более, что люди хотят просто зарабатывать, какую-то подушку безопасности для себя. Сами понимаете, как это все работает. Да я, в принципе, нормально зарабатываю. И подушка у меня безопасности хорошая. Надеюсь, она у вас хотя бы не в рублях. А в чем должна быть? В гривнах? Конечно же, в валюте. Потому что, сами понимаете, инфляция съедает очень много... А у меня в гривнах хорошая валюта. Слышали такое? В гривнах? Да-да. Да, шутка-шутка. А вы, в случае, не из Украины? А вы? Ну, смотрите, мы просто не работаем с гражданами Украины, поскольку у вас гражданство просто мешает выйти на мировой рынок. А вы мне сейчас куда звоните? На Украину или на российский рынок? Я вам звоню из Москвы. Да? А вы в Москве находитесь? Ничего себе. А где? А где? Бизнес-центр Skylight. Я же вам это все уже объяснял. Да а что он сейчас? Работает до сих пор, что ли, этот бизнес-центр? Воскресенье же, выходной. Ну, почему же? Знаете, вот когда у нас есть, собственно, люди, клиенты, которые ставят регистрацию, мы уходим работать. Тем более понимаете, что бизнес-центр, он как бы работает всегда, по сути. Это вы ради меня решили работать и статусом, да? Ой, спасибо вам большое. Я подскажу, да. Видите, так бы отдыхали себе, гуляли бы где-то, а тут ради меня. Ну, хорошо, давайте продолжим. Ну, не только ради вас, в любом случае, сами понимаете. Ну, конечно, понимаю. Давайте с вами продолжим. Перейдем к установке скайпа. Я понимаю, вы все-таки хотите, собственно, начать развиваться, как-то что-то для себя работать? Ну, я хочу начать развиваться, но без скайпа. Хорошо, а что вам мешает установить скайп? Давайте с вами подумаем. Ну, я не хочу. Ну, почему? Не хотите, это как-то странно звучит. Сами понимаете, что наши аналитики работают со скайпом. А что у вас такие ограниченные аналитики со скайпом работают? Потому что никто с ним не работает. Так никто. Это проверенная безопасная программа, которая проверена уже возрастом. Сами понимаете. Программа очень старенькая, но надежная. Ну, я не доверяю этой программе. Почему не доверяете? Уже 15 лет она функционирует на рынке, и все у нее в порядке. Ну, это древняя программа. Я не доверяю. Ею часто пользуются мошенники. Поэтому я удалила ее. И не помню пароль. И вообще со скайпом я не... Сейчас сейчас мошенники пользуются другими программами, которые... Какими? А не ДЭСК, да? Там еще там ЗУМ программа есть. Вот эти... Да, не ДЭСК, Тим Вибер. Да, я про них слышал. Очень часто люди на них попадаются. Здесь же у вас просто будет понадобиться с экрана. И к вашему экрану никто доступ иметь не будет. Сами понимаете. Нет, вы знаете, вот именно... Вот это ваша ошибка. Вот вы сказали скайп, и все. Мне стало скучно, и я не хочу со скайпом. Потому что все очень сложно, я так понимаю. Да. Вот я у вас спросила, ИНН, почему вы мне не сказали ИНН? Что вы не сказали? Ну вот ИНН вашей организации, почему вы не сказали? Господи, зачем вам эта информация? Вы можете буквально написать РБК и что-то прочитать. Ну а... А как же я буду... А как же я буду с вами сотрудничать, если вы говорите, мне это не надо, это не надо... А вам что тогда надо от меня? Скайп? Мне нужно 20% вот сумму вашей чистой прибыли. И так же скайп, да. Сколько процентов? 20% вашей чистой прибыли. Слушай, ну ты, блин, харя у вас не треснет от стольки процентов. Вы что? Такие проценты никто не берет. Даже на биржах 3,5% берут, а вам 20%. Вы что-то вообще там что-ли? Это европейский стандарт. Мы будем с вами работать 80 на 20. Сами понимаете, что по сути в Европе работает так каждый. Так я не стремлюсь в Европу. Я в России живу. Для нас Европа это вообще ничего. Понимаете? В Европу можно брать деньги. Как с нее брать? В России живут в российские компании. Как с нее брать? Вот и через Газпром. О, Газпром, да, знаю Газпром. Вот сейчас Европу Газпром нагнет по полной программе. Ну конечно, потому что невыгодно. Допустим, сейчас было бы выгодно купить акси Кока-Колы, которые где-то в Рюк всегда растут. А почему вы про Кока-Колу сказали? Других нет в компании, у вас только Кока-Кола. Вот я смотрю, вы мне второй человек звоните и про Кока-Колу рассказать. Это что такой божественный напиток? Ну конечно, вы понимаете, что к Новому году покупается очень многое. Кто покупает к Новому году в России Кока-Колу? Объясните мне, пожалуйста. Я лично бухло покупаю. Я лично бухло покупаю. Зачем мне Кока-Кола? Ну вот, а многие покупают Кока-Колу. Ну и кто? А вы тоже к Новому году будете Кока-Колу покупать? Похоже на то. А? Не вас жаль, не вас жаль. Покупайте что-нибудь покрепче. Кока-Кола это неинтересно. Что-что? Я говорю, покупайте что-нибудь покрепче. Кока-Кола неинтересно. Ну я, к сожалению, человек не куряйся. Знаете, у него вот эти неинтересуют. Такие вот напитки. Да? Так бы это грустно не звучало, возможно, но так оно и есть. Ну это не грустно, это печально. Очень. Вот. Ну я даже... А что вы с вами инвестируете, я так понимаю, в производителя алкоголя? И Газпром? Да, а что Газпром? Я не знаю, что мне с вами делать. Я не буду скайп скачивать. Я не... Да меня по скайпу маньяки преследуют. Я его сейчас восстановлю, они начнут опять мне все звонить. Знаете, как-то не очень хочется. Давайте с вами сделаем секретный скайп от маньяков, где будет просто по вас только, чтобы никакой маньяка не мог вас найти. А как мы с вами сделаем секретный? Что такое бывает? Ну смотрите, там есть кнопочка по номеру телефона, далее выбираете по адресу электронной почты и создаете новый адрес электронной почты. Так у меня это... А как он будет новый? По номеру телефона у меня же один. Нет, вам номер телефона не нужен. Нам нужен... Вы мне в это... Подождите, давайте отложим пока скайп ненадолго. Вы мне расскажите, вот, например, скачаю я скайп. И что дальше мы будем делать? Чтобы я, ну как бы, не думала там... Вот. Мало ли, я скачаю скайп, и мне будет неинтересно то, что вы будете говорить. Вы мне расскажите, вот, что будет, когда я его скачаю. А я подумаю, скачивать мне его или нет. Да, ну что. Смотрите, вы скачиваете скайп. Естественно, что вам будет намного интереснее. А я вас увижу по скайпу? Что-что? А я на вас буду смотреть по скайпу? Ну, во-первых, вы не со мной будете общаться? Почему? Я хочу с вами. Ну, возможно, я выставлю свой рабочий номер телефона, чтобы... Ну, вы мне, может, понравились. Вот у вас такой голос замечательный. Зачем мне какой-то там еще чужой какой-то... Ну, если честно, да, мне очень приятно. Да. Ну, в любом случае, у меня аналитики очень опытные. Я в любом случае верю, что они вам так же понравятся. А вы неопытный? Я вам скажу, что будет. Что-что? А вы неопытный, что ли? Ну, я более двух лет в этой сфере. Аналитики уже, как вы понимаете... А почему вы не развиваетесь? А почему вы не развиваетесь? Почему это не развиваетесь? Ну, вы... Вот два года. Ну, я получаю прибыль с вас, как с клиента. То есть, в основе, если вы заработаете и отправите процент, естественно, что я получу, у вас какие-то дивиденды. Поэтому я так же развиваю. А сколько, подождите, вот вы мне расскажите, сколько нужно денег вложить, чтобы вы заработали? Да, по сути, любую сумму, которая вам будет удобна. Мне может быть удобно, мне может удобно, там, 300, 500 тысяч. Вот удобно так. Вам это подойдет? Нет, нам это не подойдет. Почему? Потому что, по сути, мы вам, новичкам, предлагаем инвестировать в меньших сумм. Потому что, понимаете, если вы, допустим, заработаете эту сумму, какую-то определенную, там, допустим, 100 тысяч рублей, 10 тысяч рублей, потому что мы рискуем, то, что вы нам не отправите наши 20%. Конечно, не отправлю. Поэтому вы получите суммы. Ну вот, видите, как вы. Я жадная. А минимум какой? Минимальная сумма для начала, для ночков, составляет более 15 тысяч рублей. Ну, это что-то несерьезно. И что можно заработать с 15 тысяч рублей? Вот скажите. Смотрите, покупаем с вами акцию компании «Газпром», покупаем с вами «НИ», покупаем с вами «Газ», собственно, золото и, собственно, доллар. А давайте, а сколько? А я хочу золото. Давайте золото купим. А сколько же можно золота купить на 15 тысяч рублей? Ну, это несерьезно. Давайте хотя бы там 1200, там, 150, чтобы уже было золото. Нормально так. Ну, во-первых, золото не вкладывает сейчас, несерьезно. В любом случае, вы сейчас можете эти деньги, сколько вы будете ждать? Лет 10, чтобы что-то с этого заработать? Естественно, это неправильно. Оно дополнится актуальностью момента. Потому что золото, оно растет медленно. А, конечно, верно растет, но очень медленно. А зачем тогда про него говорить, если оно медленно растет? А что? А зачем вы тогда про него говорить, если оно медленно растет? А что быстро растет? А это банальные примеры. Криптовалюта. Ну, криптовалюта в России запрещена же. Криптовалюта же запрещена. Ну, вот не разрешают там ее, вроде бы, использовать как-то. Ну, почему? Оно не выгодно, она же упала. Она же упала, криптовалюта сейчас. Поэтому сейчас выгоним момент, чтобы ее купить. Понимаете, что... Да так, а где? Ну, а вдруг она не повысится? И что, я ее куплю? И зачем? И сколько можно криптовалюты купить на 15 тысяч? Ну, вы что? Можно купить криптовалюты как раз на 15 тысяч. Нам, по сути, нет какой-то фиксированной цены. Вы можете биткоина купить на 15 тысяч. По сути, на 15 тысяч. Ой, сколько я куплю? 0,01% биткоина? Или как он назвал? Можно, давайте включим с вами конкулятор и попробуем посчитать. Даже не знаю. Ну, сейчас. Я вам даже скажу, мне самое интересное стало. Ну, это не серьезно, ну, слушайте, вообще. Ну, как это 15 тысяч? Ну, это вообще смешно. Ну, что? Это что я так буду зарабатывать? А вам еще меньше будет? Вы что? Вы купите, вот, получается, одну 0,03 биткоина. Ну, нахрена она мне нужна? 0,03. Вот, нахрена. Ну, что я с ней буду делать в этой грудной прессе? Ну, смотрите, вы сейчас попробуете, допустим, 15 тысяч, неделю с нами поработать. Если это все устроит, можете добавлять хоть полмиллиона. Мне, по сути, разницы никакой с этого не будет. Ну, как минимум, если вы поймете, что это для вас выгодно, можете на это добавить. Ну, я хочу сразу попробовать много. Зачем я буду пробовать мало? Я всегда люблю взять больше. Зачем? Я всегда рискую. Вы какая-то у меня совершенно бесстрашная. Хочешь попробовать с таких больших сумм? Конечно, я бесстрашная, конечно. А вы как думали? Я всегда хочу начинать с большего. Зачем мне мелочиться? Вот, скажите. Так, давайте начнем хотя бы хоть с чего-нибудь. С основывки скайпа. Если вы хотите с большего начать, вы сейчас говорите просто каких-то сумок. Ой, только знаете что? Это же надо карту какую-то, да? Чтобы на карте деньги лежали. Ну, естественно, вам нужны деньги без наличия в формате. Слушайте, у меня такая ситуация сегодня произошла. Я прям не знаю. Ну, я хочу вам рассказать. Вот вы мне днем позвонили. А после вас позвонил Сбербанк. Представляете? И они сказали, что с моего счета хотят списать деньги. Вот. И заставили меня снять. Да, заставили. Мне сказали. У меня там была крупная сумма. У меня там было 400 тысяч. Они мне сказали снимить из банкомата, потому что купюры помеченные. И потом надо было их отправить на какой-то другой счет. Ну, я, короче, не отправила. Теперь мне полиция звонит. Все на мне звонят. И вот эти деньги у меня лежат дома. И я их боюсь ложить на карту, понимаете, теперь. Вот как теперь быть? Надо обратиться в полицию. Надо обратиться в полицию? Кто нам поможет? Так вот они мне... Так мне и полиция звонила. Они мне звонили, звонили весь день. То у вас совершен вход в личный кабинет, то на вас навешали кредит. Вы не знаете, кто это такие могут быть? Если честно, я догадываюсь, что это может быть. А кто, кто? Откажите мне. Я могу с ними общаться в любом случае. Ну, так я же испугалась. Я пошла сняла все свои деньги. Положила дома. И теперь они мне звонят. Вот даже вот недавно звонили. Ну, просто на другой номер. И говорят, эти купюры мечены, вы обязаны их вернуть. А то мы сейчас вызовем там наряд какой-то. Какой наряд? Я вот сижу и жду, вызовут они наряд или не вызовут. Вот понимаете? Наверное, не вызовут все-таки. Мне кажется, вот они вас не смогут найти. Как не смогут? Они говорят, что мы знаем ваш адрес, мы знаем, где вы находимся. Ну, они знают все мои паспортные данные. А вот я сижу теперь, у меня деньги лежат. Я хочу их куда-то положить на карту. Но они сказали, мы все карты заблокировали. Вот. И что теперь мне делать, скажите? Как вы считаете? Я думала, эти деньги нужно подставить кому-то другому, а пробовать эти деньги кому-то на карту. Проверим, что будет. А кому закинуть? Можно вам закинуть? Мне не нужно вот это делать. Ну, а вы потом мне отдадите. Че? Или давайте, знаете, а... А? Ну, вот я не знаю... Снаряд полиции. Они сказали, купюры меченые все. Я их через банкомат снимала. Снимала полдня. Я почему вам сказала, что я занята? Потому что я целый день снимала. Ездила на машине с одного банкомата, с другого. Они мне говорили, туда, поедьте туда. Я снимала и снимала целый день деньги. Представляете, я потратила время. Вот. Теперь я не знаю, что делать. Понимаете? А вы с вами в какой стиле работаете? Я не работаю. Я отдыхаю. Зачем я работаю? Ну? А сколько тогда суммы такие берете? Ну? Что-то добрые у вас. Ну, да. Как вы думаете? Вы можете самостоятельно зарабатывать в любом случае? Я не люблю. Я никогда не работала. Понимаете? Я не знаю, как это делать вообще. Вообще я не знаю. Смотря какую работу вы рассматриваете. Ну, я вот вчера, мне так грустно стало. Надоело гулять, там, шляться. Я думаю, ну, сейчас полежу. А тут ваша реклама. Ну, задолбала ваша реклама. Она все время везде выскакивает. Я не пойму. Вот. Ну, я так просто зарегистрировалась. Вот. И где же мне теперь найти такое доверенное лицо, а? Я вот теперь сижу и боюсь с дому выйти. А вдруг сейчас полиция приедет. И что вам сделают? Ну, как купюры-то сказали меченые все, понимаете? Вы их снимаете, они меченые. Я не могу их потратить, получается, потому что они меченые. Или что это было? Я так и не поняла вообще. Ну, вы можете раскладывать вас с этими купюрами, допустим, маршрутки. Я вам буду задавать сдачу и, по сути, сделать такой вот бизнес-план. А у вас никогда такой ситуации не было? Вам не звонили в Сбербанк? Не было. А у вас вообще вы какими банками пользуетесь? Тинькофф банками есть, и Сберкарта есть. Ну, вот у меня Тинькофф тоже есть. В смысле, какая разница? Я просто спросила. Какой-то уже был. Слушайте, мы куда-то сами даже в Курсию пошли. Вам не кажется? Да нет, просто мне... Я не знаю. Я вот вам так сказала. Вы говорите, карту надо, а у меня на карте денег нет. И даже если мы сейчас с вами, ну, как бы скайп закачаем, как же я вам эти деньги, вот, как же их себе на счет положу, скажите? Ничего страшного. Вы можете прийти к аналитику, по сути, без денег? А может быть аналитик за меня положит эти 15 тысяч, а я им потом как-то отдам. Так нельзя сделать? Ну, понимаете, что так не работает, естественно. Вы сами заинтересованы в том, чтобы ваши деньги развивались, а не чужие, потому что это будет уже почти даже не ваши деньги. Логично, да? Ну да, как-то логично вообще. Не знаю даже, что делать. Ну вот, так что, давайте попробуем с вами установить скайп, пообщаться с аналитиком, и все у вас будет, думаю, хорошо. Деньги вы в любом случае свои вернете, найдете. Так а что их и найду? Они у меня вот лежат дома, и все, эти 400 тысяч, вот лежат они. Я даже... Я даже уже... Я думаю, вы придумаете. Я даже вот сейчас позвоню, скажу, чтобы мне больше никто на карту деньги не присылал. А то мне присылают каждый день почти. Скажу, чтобы мне присылали пока. А они же... Я понимаю, вы работать не любите? Ну, конечно, я никогда не работала, зачем это делать? А вы любите работать? Ну, да. Я же смотрю, любите уже, как бы, 7 часов вечера, 15.08, вы все работаете. Ну, за меня это не работа, как бы, вы сами понимаете, что я вот так общаюсь, как бы, с моими коллегами, с вами, мне в целом эта работа нравится. Плазно общаться с людьми по телефону и зарабатывать. Да, я думаю, может, погулять, сходить, расслабиться, а чего вот это вот сидеть, зарабатывать? В смысле? Даже не пойму ничего. Посмотрите, поскольку вы не любите работать, поэтому будет с лучшим решением пообщаться на лифт, который будет обманять за вас всю работу. Думаю, звучит прекрасно. А мне же ему платить за это придется? Ну, конечно, потому что уже не все так просто. И что, много он берет? 20% вот самой вашей числе прибыли, а я же уже озвучивал. Ну, и что это вот 15 тысяч, 20% он что, вообще, что ли, вот сидеть за эти 20% и выполнять за меня работу? Я даже своим работникам столько не плачу. Вот приходит ко мне там работница, я и то плачу по 5 тысяч в день, а вы мне говорите. Это звучит глупо, поэтому вы и будете развивать с другого счета, чтобы у вас было не 15 тысяч, а как минимум полмиллиона. Сами понимаете, что это с вами будет более... Ну, полмиллиона у меня тоже есть, но, в принципе, это же небольшие деньги. Ну, а вы мне говорите с 15 тысяч. Слушайте, давайте так. Вы попробуете с 15 тысяч, если вы, например, с уже это полмиллиона, тогда... Ну, я не хочу, я 15 тысяч трачу просто на ужин. А я сейчас буду пробовать, ну, как бы торговать с этих 15 тысяч, но это не серьезно. Смотрите, как минимум... Я в ресторане оставляю по 20 за вечер, а вы мне говорите... Давайте тогда попробуем под вас, вы, так сказать, продегустируете вот эту вот сферу с 15-20 тысяч, ну, и, так сказать, поужинаете. Если вам все понравится, да походите, так еще, сказать, за еде, на заканчивую доставку, так сказать, еще поедите. Уже на полмиллиона, если она так захочется. Ну, понимаете, не моих интересов, вы заставляете сработать на большей сумме. Почему не ваших? Вам бы наоборот было интереснее, чем больше сумма, чем больше человек вкладывать, тем больше у вас процентов. А с 15 тысяч, ну, сколько я там, сколько доходность моя, какая, кому мне... Вы мне не доверяете? Конечно. Почему? Мы наблюдаемся по телефону, и знакомы буквально 15 минут. Вот я вам тоже не доверяю. Может быть, нам нужно когда-то встретиться, заключить договор какой-то, и мы начнем сотрудничать. А смысл, вот мы по телефону поговорили, и это неинтересно же так. Я вам не доверяю, и вы мне не доверяете, правильно? Ну, вот поэтому доверие строится со временем. Поэтому я предлагаю начать минимальную сумму, чтобы вы себя попробовали. Ну, вы мне просто настроение портите такими суммами, ну, честно, я такими суммами даже... Я не знаю, я вот сейчас выйду разочек, и эти 15 тысяч, это вообще не деньги. И вы мне портите настроение, я хотела вот много денег, но не 15 же тысяч, ну, блин. Вы что, сидите вот в воскресенье за эти 15 тысяч? Вам аналитик предложит другую кому, хорошо? Которая будет уже более нравиться, я бы так сказал. Ну, вы же сказали, я без скайпа с аналитиком не смогу общаться. Естественно, поэтому давайте сами установим скайп. Ну, я не хочу... Это у меня как техника, на ты, на вы вообще? Я вообще не понимаю ничего в технике. Вот у меня есть телефон, и все, я там звоню, там, в ютубцы подзалез. Ну, поэтому, собственно, я для вас не нужен, я сейчас вам помогу все установить, чтобы вы не беспокоились. Это не страшно, не больно, это всего лишь программа на ваших телефонах. Ну, у меня же нету денег вообще, понимаете, у меня наличка, мне, может быть, надо открыть какую-то карту, положить туда деньги, а потом уже... Я прекрасно вас понимаю, мне, по сути, не важно, у вас наличка или, собственно, на карте деньги, я именно же предлагаю просто по обществу наличку. А как же я наличку вложу куда-то там, скажите, как? Ну, вы знаете, если у вас все устроит, тогда вы сможете положить деньги на карту и тогда начать торговать. Сейчас же, по сути, о вещах в деньгах даже не идет, потому что я даже не занимаюсь вашими средствами. Я с вами так просто пообщался о деньгах, но, по сути, это даже не моя работа, с вами понимаете. Да. Ну, тогда соединяйте меня с аналитиком. Тогда давайте с вами скачивать скайп, даже если у вас нет денег. Ну, нет. Смотрите, меня на громкую связь. Нет, я скайп не буду скачивать. Я скайп не буду скачивать. Я не знаю, как это делать. Хорошо. У вас телефон Android или iPhone? Ну, вот это-то и Android, но мне еще и есть iPhone. А вам какой нужен? Да, по сути, без разницы. Заходите тогда в Play Market, ставьте меня на громкую связь. Я вам помогу. Здравствуйте, вы, собственно, пользуетесь iPhone. Да нет, вы знаете, я уже хочу пойти погулять куда-то. Я не хочу сейчас скайп устанавливать. Давайте, может быть, в следующий раз как-нибудь. Я так понимаю, у вас желание зарабатывать, так же, такое же желание, кстати... Да, вы мне все испортили настроение этими 15 тысячами зарабатывать, но это же не заработок. Ну, что это такое? Хорошо, начнете с полумиллиона, если вы так сильно хотите. Ну, для этого надо договор заключить. Ага, а на что договор, на что? Как вы его представляете? Ну, на брокерское обслуживание или как это называется? Да, договор на брокерское обслуживание будет, когда вы откроете, наверное, он состоит на свой торговый счет. Вы сможете там заключить договор, это будет лицензированный брокер, который можете самостоятельно даже проверить. А вы не лицензированный брокер? Я менеджер, если я не брокер. Не, ну, понятно, брокер это компания, это не человек, я подкурс. Брокер это площадка, на которую будете, собственно, зарабатывать. У меня, естественно, должны быть лицензии на ваше обслуживание. На мое? Ну, правильно. И чтобы вложить сумму такую денег, это же надо договор сначала заключить, а не так же. Я же не смогу вам их, например, отправить на свой личный кабинет, эти деньги, просто так. Правильно? Нет, ну, сначала же заключается договор, а потом уже счет, вы мне предоставляете эти реквизиты этого счета. И на этот счет... Вы оставляете регистрацию на брокере, вы, по сути, уже заключили с ним договор. Естественно, что... Нет, я знаю, что это так не работает. Сначала заключается договор, а потом уже... Я знаю, как это работает. Это, собственно, эта информация знает аналитик. Как это все работает... Вот видите, аналитик со мной разговаривать без скайпа не будет. Поэтому, видите, я... Да, аналитик это, по сути, блок, который вам поможет все сделать. Потому что я, опять же, в этом вопросе не особо компетенции. Мы с вами уже задели очень много лишних тем, на которых я не особо разбираюсь. Поэтому, опять же, давайте с вами установим скайп, я вам совсем помогу. Если бы у меня сейчас был телефон, я бы его сам бы установил уже, потому что, сами понимаете... Слушайте, а может, давайте я подъеду, и мы там все с вами на месте установим? Зачем вот сейчас я буду, там, голову себе ломать? Я к вам приеду, мы установим скайп. Зачем вы будете ездить? Ну а что? А что? Завтра вот с утра возьму, приеду, вы мне адрес скажете, и я на машине подъеду, и все мы установим с вами. Понимаете, что это так не работает? Мы с вами общаемся по телефону, в любом случае. Тем более, что коронавирус сейчас не закрыт. У нас ничего не закрыто, и даже когда у нас все открыто, это вы где-то в другой стране, что ли, находитесь? В России все открыто, а вы что? Ну, вы не захотите, а захотите, допустим, в чей-то колл-центр, и что вы собираетесь с ним делать? У меня прививка есть, а у вас есть QR-код, например, вот? Вы же сделали прививку? Нет, я не делал. А, а как же вы работаете? Без этой QR-кода никто не работает. Ну, почему же? Не а роботы, а внешние места, в какой-то сфере обслуживания и подобного. Я же могу работать с телефоном без прививки. Ну, может быть, вы дома сидите? Или вы сейчас где находитесь? В этом бизнес-центре? Естественно, я звоню вам из офиса, собственно, из компьютера. А вы будете еще там долго находиться? С работником. Ну, буквально часть, я не знаю, не более. Да, вот если бы в два часа находились, я бы к вам подъехала, и мы бы с вами все установили. А под телефоном я не знаю, как это делать. Вы у меня настолько вот самостоятельная женщина. Конечно. Я могу приехать, и мы все с вами установим. Вы у меня в том случае сильная и независимая, правильно понимаю? Ну, иногда я могу быть и слабой, конечно. Как я не умею? Ну, замечательно, поскольку вы у меня сильная и независимая женщина, которая хочет развиваться, инвестировать, зарабатывать, узнать о себе что-то новое, поэтому я думаю, за вас не будет проблем с печать скайп. Это не так уж и сложно. Какие-то усилия вам также не придется к этому предлагать. Нет, ну что-то мне не хочется так. Вот если бы я, например, бы приехала, и вы бы мне все установили. Я бы даже... Нет, я вам так скажу. Вы просто ищите простых путей. Я правильно понимаю. Вы просто пытаетесь подойти вот напрямик. Конечно. Который может приехать, лишь бы не устанавливать скайп. Ну, конечно, я могу приехать. И тем более на Ленинградской, да? Вы сказали Ленинградская. Какой адрес? А, ну, повторите, Ленинградская. Ленинградская 39, я вам говорил. Ну, а вот я вот живу недалеко от этого. Москва-Сити. Совсем там недалеко. На машине полчасика я сейчас пяду. А если вы понимаете, чтобы человек развивался, ему не нужно искать какие-то легкие пути и входы. Вам действительно легче приехать. Потому что, посмотрите, вы ничего нового не получаете. Если вы пытаетесь решить какие-то проблемы максимально просто. А зачем ей сложности? Я не привыкла к сложностям. Я привыкла, что все просто бывает. А зачем мне сейчас вот этот вот голос ломать, думать. Потому что иногда бывает сложно. Думать этот пароль придумывать. Я вообще, я не умею. Я даже вот в телефоне мне аккаунт создавали. Я пришла в салон. Они мне все сами написали, все сделали. А я вот это сейчас буду делать. Вы что? Я не люблю так. Алина, у вас же, как вы, не знаю, у вас учили уже говорить. Там, допустим, выходить же научились. В любом же случае понимаете, что... Да я вообще все привыкла просто. Если я чего-то хочу, я сразу же все это у меня получается. Зачем я? У меня нет и сложности в жизни, понимаете? А вы мне... Во-первых, настроение у меня упало. И вы мне сказали 15 тысяч. Я думаю, буду зарабатывать уже самостоятельно. И с нормальной... Ну вот, замечательно. Поэтому давайте так. Вы сейчас откроете скайп и скачаете его. Все банально, все просто. Нет, вот вы прицепились к этому скайпу. Не хочу я его... Хорошо, ну давайте, хорошо. Что вам мешает его скачать? Мне не хочется. Давайте я приеду... Давайте я приеду завтра. Вы где там... Нет, я тогда не приезжаю. Понимаете? Почему? Потому что... Как вы не пустите? Ну потому что, по сути, это работа занов, которую я вас не могу впустить. А вы выйдете в коридорчик и быстренько мне все это сделаете. Я уеду. Алина, это звучит глупо, сами понимаете. Давайте с вами скачать, потому что так же это звучит настолько же глупо, как вам, что-то не хочется искать скачек. А, вы просто не хотите, чтобы я приехала и с вами познакомилась. Вы не хотите, да? Да, я так же вот не хочу, чтобы... Как вы не хотите устанавливать скайп. Все правильно, да? У нас в мере не такое обучение получается. Я так же ничего не хочу, чтобы вы ко мне приезжали и со мной знакомитесь. Ну и ладно. Видите, насколько вот... Я прям прочувствовал ваше желание не скачивать скайп. Ну и все. Тогда я не буду скачивать скайп, раз вы не хотите, и я не хочу. Ну и все такое. Давайте тогда, не знаю, бросим с вами трубку, никогда вы не берете с кем инвестиции, я так понимаю, да? Нет, я хочу инвестиции делать. Так если вы хотите, что вам понимаете? Ну я не хочу, но 15 тысяч это сильно мало. Давайте больше. Мы не берем уже деньги. Все, да, давайте больше. Хорошо. Далее что? Ну без скайпа можно как-нибудь? Вы мне так... Вы знаете, мы с вами похожи на... Мы таких вот двух мышечек или на два хомячка, которые вот бегают по колесу, вот так вот и падают на друг друга. Да. А вы давно в Москве живете? Более четырех лет. Да, а вы где живете? Что-что? А вы где живете в Москве? Господи, зачем вы эту информацию? Ну мне интересно. Почему бы вам не сказать? А вдруг... На электрозаводской я вас живу. На какой? Электрозаводская. Электрозаводская, это такая станция метро. Говорит улицу и дом, потому что меня это уже, если честно, напрягает. Почему вас напрягает? Ну я же не приеду к вам. Потому что... Вы меня даже в офис не пускаете, а домой это точно не запустите. Ну конечно. Ну офис это, знаете, сделала такое, тут уже как бы работают сотрудники, а в мой дом можете и пробраться, я уже боюсь вас, если честно. Ну почему я буду пробираться в ваш дом, с чего вы взяли? Я же не такая прям уже глупая. Ну я же у вас в вашем адресе дома не спрашиваю. А я вам сказала, я живу рядом с Москвосити. Знаете, где это? Хорошо, Алина, а если я скажу, где я живу, и ты установишься в скайп, вам на вас это сработает? Нет, ну откуда же я буду знать? Может вы придумали этот адрес? Вот вы мне скажете... Проверите. А как же я проверю? Я-то уже скайп установлю. Ну давайте я сначала приеду, и мы установим скайп тогда, а потом уже я начну инвестировать. А вы мне как раз поможете деньги на карту положить. А то я боюсь, что они меченые, вдруг меня там заметут. Алина, я этим не занимаюсь. Тем более ко мне дома могут на скайп, мне нужно приезжать. А вы с кем живете? Я вам так скажу. А вы с кем живете? Кошкой. Кошкой? Вы, значит, одинокий мужчина, да? Что? Вы, значит, мужчина одинокий, да? Получается так. Поэтому и сидите так поздно на работе. Получается так. А так бы, если бы вы были не одиноки, вы бы уже поехали домой. И пошли бы гулять. Я выбираю, наверное, больше какой-то карьерный рост, заработок, чем... Ну и что же вы, вот уже два года сидите на своей работе, и все, менеджер и менеджер. А уже могли бы быть аналитиком. И я бы с вами сейчас... Понимаете, в каком формате я менеджер? У меня просто так же есть свой счет, на котором я инвестирую, более 20 тысяч долларов. Более 20 тысяч? И здесь я ставлю на обороте. Да, более 20. Вот и я хочу так, а вы мне предлагаете 15 тысяч. Ну что это несерьезно? И вы же не начинали... Ну я начал, по сути, я не знаю, что это самое. Вы чего так говорите? И что, вы начинали с 15 тысяч, а? Нет, я начал с 600 долларов. Ну это больше, чем 16 тысяч, конечно. А к вам на работу нельзя устроиться? Ну я даже не знаю, позвоните в центр РБК, узнаете, возможно, вам что-то расскажет насчет этого. Да? А вы мне скажите своими фамилиями, отчеством, а я позвоню, узнаю, работаете вы там или нет. Слушайте, а если я вам позвоню на работу, если вы, допустим, работали, вам бы... Слушайте, мне бы сказали вашу фамилию, имя, отчество? Так я же не спрашиваю у них, я спрашиваю у вас. Ну вот, логично. То есть, если бы я в компанию позвонил, мне бы вряд ли бы ответили насчет вашей фамилии, имя, отчество. Вы с вами понимаете, что это звучит как-то странно. А я же не работаю. А вы вот работаете. Ну, просто бы, допустим, ваши бы там родители где-нибудь работали, с вами понимаете. Нет, я же не в компанию, где они живут, почему устроились, там что-то они... Нет, я же бы не спрашивала там, работает такой. Ну, они же обязаны сказать, что да, у нас работает такой сотрудник. Я же не буду больше там спрашивать никакой личной информации. Ну, тогда зачем эта информация? Это тот момент, если нам номер клиента, с которым мы уже работали. Ну, зачем мне клиента? Я же хочу о вас узнать, а не о клиенте. Так мне кажется, вы обратились на проект, чтобы узнать об инвестициях, а не обо мне. Ой, а теперь я уже о вас хочу. Что-то мне уже... Ну, как бы я хочу инвестиции, но хочу не 15 тысяч. Так, Алина, это тогда не серьезно. Если мне нужно вас передать другому менеджеру, возможно, девушке, думаю, девушку вас интересуют. Нет, я с девушками, не... Я с девушками не люблю общаться. Нет, нет, Алина, все, все, все. Я сейчас просто сбросу сумку передать другому менеджеру. Сами понимаете, что у нас ситуация с вами не продвигается. Ну, я вам скажу, что с девушками я не общаюсь. Поэтому ладно, тогда бросайте трубку, я на вас опижена, все. Так, а как вы с мамой общаетесь? Она же тоже девушка, получается? Ну, при чем здесь мама? Зачем мне ваши вот эти девушки? Они все невоспитанные какие-то, ненормальные. Одна мне звонила, я ее послала подальше. Она мне не могла даже объяснить. Я вам предоставлю мальчика, похожего на девочку, чтобы мы были пообщаться именно с... А у вас что, такие мальчики еще работают? Похожие на девочек. Не найдется. А-а-а, у вас даже такие есть? Нет, я, наверное, пойду это... Вы должны попрощаться? Ну, давайте, до свидания. Да, я тоже должен попрощаться, да. Да, до свидания. Сейчас там перезвонится какая-то девочка-мальчик. Я даже не знаю, до свидания. До свидания, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!